Люди спрашивают, как может Аллах быть справедливым, если некоторые люди рождаются в бедных семьях, а некоторые рождаются в богатых семьях, некоторые рождаются здоровыми, некоторые рождаются с болезнями. Это несправедливо. Аллах, субханаху ата'аля, несправедливый. Как Он может проводить различия между разными людьми? Мы знаем, что в этом мире есть жизнь и смерть, есть здоровье и болезнь, есть богатство и бедность. Все это испытания. И Аллах говорит в Коране, в Суре Амфаль, глава 8, аят 28. Аллах говорит, знайте, что ваше имущество и ваши дети являются искушением, и что у Аллаха великая награда. И Аллах говорит в 63-й Суре Мунафикон, в 9-м аяте, о те, которые уверовали, пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. Аллах, субханаху ата'аля, испытывает разных людей по-разному. Если вы спросите любого, независимо от того, верит ли он в Бога или нет, что является лучшими поступками, какие лучшие и добрые дела, он скажет, что лучшие и добрые дела – это благотворительность, это довольство. Благотворительность будет среди тех, которые он назовет. Поэтому, как всемогущий Бог может проверить, являются ли некоторые люди благотворительными или нет. Если все люди будут иметь одинаковое богатство, тогда как можно проверить? Но можно проверить только в том случае, если некоторые люди будут бедными, а некоторые – богатыми. Поэтому Аллах, субханаху ата'аля, испытывает людей по-разному. Итак, некоторые люди рождаются в богатых семьях. У них много богатства. А некоторые люди рождаются бедными. Но богатый человек, в соответствии с исламским шариатом, одним из толпов которого является закат, что каждый богатый человек, у которого сбережения превышают уровень нисаба – 85 грамм золота, он или она должны отдавать 2,5% от этих сбережений каждый лунный год на благотворительность. Некоторые люди могут быть миллионерами или миллиардерами. Они могут отдавать требуемую сумму. Тогда они пройдут испытания. А другие не отдают полный закат. Может, они отдают малую часть, только 20% от того, что требуется. И, конечно, они провалятся. А некоторые люди вообще не воплачивают закат. И они абсолютно потерпят неудачу. Бедняк же, у которого нет имущества, чтобы давать закат, он получит высокий балл в этом испытании. Но мы, люди, говорим – такой бедняга, у него столько проблем в жизни. А затем мы смотрим на богатого человека. Наш любимый пророк, да богословит его Аллах, приветствует, сказал, что богатому человеку труднее войти в рай, чем бедняку. Поэтому Коран говорит в Суре Амфаль, глава 8, аят 28, что богатство – это испытание для вас. Это испытание. Мы глупцы, что мы думаем, что этот человек богат, потому что Аллах благословил его. Но это искушение. Это испытание для него. Если он неправильно использует это благословение, данное ему Аллахом – да, это благословение. Но шансы на то, что он провалит испытания, очень высокие. К примеру, в одном из экзаменов, которые прошли в позапрошлом, в 2002 году, пришли очень сложные вопросы. И большинство студентов не смогли ответить, а в последующем году эти вопросы не пришли. И было бы глупо с нашей стороны говорить «О, как грустно, что эти сложные вопросы не пришли». Но вы должны быть счастливы, что они не пришли. Поэтому богатство – это как экзамен сложных вопросов. Так что те люди, у которых нет богатства, на самом деле им легче пройти в джанна, чем богатым. Поэтому Аллах испытывает разных людей по-разному. Поэтому Аллах говорит «О, те, которые уверовали, пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха, потому что это испытание». И другое испытание – это довольство. Это довольство. И наш любимый пророк Мухаммад, саллиллаху алейху ассалям, сказал, и это упоминается в Сухиху-ль-Бухари, том 8, хадис 4, 4, 7. Пророк сказал, что «Если бы человек займел целое ваде и полное золото, то пожелал бы иметь еще два, и никогда не наполнит утробу его ничто, кроме земли». Богатый, пусть он будет хоть самым богатым человеком в мире, он будет жаждать большего богатства. Человек недовольствуется тем, что есть. Большинство людей недовольствуются. Не желайте того, посредством чего Аллах дал одним из вас преимущество перед другими. Знаете, не говорите «О Аллах, ты дал такому-то так много богатства, ты дал ему хорошую красивую машину, потому что это будет убытком для вас». И наш любимый пророк Мир ему сказал, и это упоминается в 4 томе Бухари, в 7070-м хадисе. Наш любимый пророк сказал, «Смотрите на того, кто ниже вас, не смотрите на того, кто выше вас, смотрите на того, кто ниже вас, и не смотрите на того, кто выше вас, ибо это является лучшим средством для того, чтобы вы не считали милость, которую оказал вам Аллах, что она является незначительной». Поэтому пророк сказал, «Посмотрите на тех, кому повезло меньше, и тогда вы скажете, «Ладно, у этого человека нет даже машины, а у меня, по крайней мере, есть маленькая машина. Не смотри на человека, у которого Мерседес. У другого человека нет даже машины. По крайней мере, Аллах дал мне машину. И вы будете благодарны Аллаху. В тот момент, когда вы сравниваете себя с человеком, у которого есть Мерседес, вы будете говорить, почему Аллах не дал мне Мерседес. Но смотри на людей, которым повезло меньше. Это поможет тебе вспомнить Аллаха. И это человеческая природа. И есть поговорка о том, что был человек, который жаловался, потому что у него не было обуви. Пока он не увидел человека, у которого нет ног. Человек жаловался Аллаху, что у него не было обуви, до тех пор, пока он не увидел человека, у которого не было ног. И тогда он начал благодарить Аллаха. По крайней мере, у меня есть ноги. Так что довольство — это испытание. Наш любимый пророк Мер ему сказал. И это упоминается в Сухиху-ль-Бухари, том 8, хадис номер 6446. Богатство человека не в изобилии мирских благ. Однако истинное богатство — это богатство души. Настоящее истинное богатство — это довольство. Будучи довольным тем, что у вас есть, вы говорите «Аль-Хамду-ли-Ллях», «Хвала Аллаху». Я это истинный верующий, это истинный мусульманин. И люди спрашивают, почему Аллах Субхану Ха-Та'аля создал некоторых людей здоровыми, а других больными? Некоторые рождаются здоровыми, а некоторые рождаются с болезнями. Возможно, с врожденными заболеваниями. Есть с сердечными заболеваниями, а некоторые инвалиды. Поэтому Аллах несправедлив. Аллах говорит в Коране в Суре Ан-Ниса, глава 4-й аят 40. Аллах не совершает несправедливости даже весом в мельчайшую частицу. Но это испытания. Аллах испытывает разных людей по-разному. Дети рождаются безгрышными, это не их вина. Но, как говорит Аллах в Коране, в Суре Ан-Фаль, глава 8-й аят 28. «Знайте, что ваше имущество и ваши дети являются искушением», то есть испытанием. И Аллах повторяет это сообщение, и Он говорит в 63-й Суре Мунафикун в 9-м аяте. «О, те, которые уверовали, пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха». Поэтому возможно, что это испытание для родителей. Это испытание для родителей. Когда какое-либо бедствие обрушивается на кого-либо, это либо испытание, либо наказание. Те люди, которые отдалились от Аллаха, для них это наказание. А те, которые на правильном пути, это испытание для них. Возможно, родители очень хорошие мусульмане. Совершают молитву пять раз, выдают закат, совершают хадж и постятся вместе с Рамадан. И Аллах дает им ребенка с врожденным пороком сердца. Истинный мусульманин, истинный верующий в этом случае скажет «Аль-Хамду-Лиллях! Хвала Аллаху!» Ведь Аллах испытывает его. Неблагодарный человек, возможно, не сможет пройти трудности. Он тут же начнет жаловаться Аллаху. «Почему Аллах дал мне ребенка, у которого дефект, врожденный порок сердца?» Чем более сложнее испытание, тем более высокая награда. Чем более сложный тест, тем более высокая награда. Например, если ты заходишь на экзамен на степень бакалавра. Если ты сдашь, ты получишь степень бакалавра. Но если ты сдашь экзамен на доктора, помимо того, что ты станешь выпускником, перед твоим именем появится слово «доктор». Но сдать экзамен на степень доктора в несколько раз сложнее, чем сдать экзамен на степень бакалавра. Поэтому, чем более сложнее тест, тем более высокая награда. Так что, возможно, Аллах, субхану ата'аля, хочет дать этим родителям не просто джанна, а джанна тульфердаус. Поэтому, даже если они войдут в рай, Аллах хочет дать им более высокую степень. По этой причине наш любимый пророк Мухаммад, мир ему, сказал. И это упоминается в Сунан Ат-Тирмизи, хадис номер 2, 3, 9, 8. Мужчина спросил пророка, у кого самое сложное испытание в этом мире? Он ответил, у пророков, то есть у всех пророков Аллаха самое трудное испытание. И после них те, кто ближе к ним, те, кто подобен пророкам. И после них те, кто подобен им. И чем выше вера человека, тем труднее испытание. У кого таква больше, тому Аллах дает более сложный тест. Ты входишь в базу высококвалифицированных докторов, потому что ты получил более высокие оценки. Так что чем больше квалификация, тем более сложный тест. Поэтому уровень пророков не может быть сравним с уровнем обычных людей. Даже если они являются пророками Аллаха, они тоже испытываются. Аллах испытывал каждого пророка. Но поскольку их таква, богобоязненность, очень высокая, в несколько раз больше, чем у обычных людей, то они испытываются самыми сложными испытаниями по сравнению со мной и вами. Поэтому, чем более высокой является ваша богобоязненность, тем более сложными испытаниями Аллах испытывает вас. Поэтому истинно верующий, если возникнут трудности, он говорит «Субханаллах», «Альхамдулиллях». И он принимает это испытание. Если приходит какое-либо бедствие, это либо испытание, либо наказание. Для пророков, у которых высокая богобоязненность, это не было наказанием. Но это было испытанием. И они прошли испытания. И если человеку приходит что-то хорошее, это либо награда, либо испытание. Богатство может быть наградой и может быть испытанием для вас. Всякое хорошее – это либо награда, либо испытание для вас. Для тех, кто отдалились от Аллаха, и они просят Аллаха «Дай мне богатство», и он дает его им. Тем самым он испытывает их, и они терпят неудачу. Поэтому в этом мире они получат то, что хотят – роскошь, богатство. Но в Ахира, в последнем мире, они окажутся в убытке. Благотворительность – это испытание, довольство – это испытание. Дети – это испытание. Сегодня я хотел бы обратиться к вам с просьбой подписаться на мой Телеграм-канал, так как в свете последних событий Ютуб может быть заблокирован в РФ. И чтобы вы могли продолжать смотреть новые видео с переводом, подпишитесь на мой Телеграм-канал. Там регулярно выкладываются те же видео, что и на Ютуб. Барак Аллаху фикум. Пусть в этом будет благо для мусульман. Субтитры создавал DimaTorzok